здравствуйте вы смотрите интервью с вами ян ермешов сегодня нахожусь в красноярском государственном театре оперы и балета и уже можно смело сказать имени дмитрия хворостовского здесь проходит парад звезд и вот сегодня очень приятно что в моих собеседниках оперная и концертная певица педагог-профессор любовь казарновская в юрина здравствуйте добро пожаловать красноярск спасибо я знаю что ваш прошлый приезд это было весной 2017 был задуман проект оперы рафаэль это уникальная опера насколько я знаю она одноактная почему именно эта опера была выбрана вы знаете нам хотелось показать забытые страницы русской оперы потому что этот фестиваль посвящен русской в основном все спрашивают а вообще опера интересная и я сама подумала действительно ведь опера-то интересное почему никогда мы всю оперу не вытаскиваем на свет божий и есть только записи старинные записи на радио чё с козловским с лемешевым с этой песней певца за сценой зары до лухановой и так далее и я подумала что может быть действительно эту оперу вытащить на свет буду божий и произошло очень интересное соединение поскольку опера одноактная нам нужен полнокровный спектакль у нас будет в первом акте такой некий performance happening современный рафаэль современный художник который творит вот в сегодняшний день и рисует свою мадонну которую он посвящает множество и множество своих работ но я знаю что вы в этой опере не поете нет почему почему я познаю что власти руководитель проекта это такой серьезный проект который действительно и с молодыми певцами связан и с молодыми режиссерами и я могу так сказать себя попробовать свои мышцы попробовать именно в плане того как как у меня получается и вмешиваться в режиссуру и и в музыкальную часть почувствовать себя в другой роли почувствовать себя и в другой роли и и в роли вот такого педагога наставника это очень интересно лево фьюрина дело в том что этот парад звезд он посвящен митриху ростовскому я знаю что вы были знакомы и знакомы очень давно если я не ошибаюсь восемьдесят восьмом году вместе в мариинке дачу кировский театр да 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 дай партии валентина а вот каким вам запомнился хворостовский вы знаете совершенно разным потому что я видела дмитрия совершенно в разных как бы проявлениях первое наше знакомство это действительно восемьдесят восьмой год замечательный спектакль мариинского театра дима мне запомнился таким ярким молодым каким-то звонким смеющимся рассказывающим анекдоты моментально со всеми подружившимся и таким открытым сибирским парнем который нам всем очень понравился и нам с ним было хорошо очень на сцене работалось хорошо и тут же возникает конкурс где он побеждает и начинаются его западные проекты мы встречались в разных городах австрии германии швейцарии америки и так далее в нью-йорке много и каждый раз это был какой-то очень такой большой праздник нашей встречи фейерверк потому что всегда как-то все очень было позитивно после каких-то удачных выступлений его и моих и мы делились впечатлениями иногда я его видела он был в таком довольно таком каком-то подавленном настроении я могу дим в чем дело что такое да вот сейчас надо делать такую роль но знаешь трудно трудно вот надо через это прорваться как-то я весь сейчас в этих мыслях это творческие муки это нормально вот вы преподаете а вот скажите пожалуйста что что делает одного певца или певицу звездой а другой обладая тоже практически всеми данными звездой так и не становится личностный фактор что иметь ввиду личностный фактор это из многих компонентов состоит это как бы аббревиатура это характер это умение совершенно фанатично и самоотверженно трудиться не останавливаясь ни на каких своих подвигах и на достигнутом вот я уже чего-то добился все я могу почивать на лаврах как ты только остановился по закону притяжения земли тебя тянет вниз надо все время вот этот вот подъемник внутренне в себе наращивать и поднимать 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 для себя планку этого роста это первое второе в сегодняшний день это всегда было но сегодня это особенно важно и сегодня это как бы составляющая часть творческой жизни карьеры это везение это хороший менеджмент хороший импресарио который умеет убедить директоров театра тоже скажет а я вот не вижу это певца в этой роли мне кажется это будет не очень нет вы попробуйте нет вы послушайте нет вы его возьмите нет я вам я вас уверяю что это будет успех и вот от такой напористости менеджмента от того насколько для вас хорошо работает пиар-служба вся масс-медиа связи с радио с телевидением вашего менеджмента это сегодня то есть вот маркетинг дождите вот то есть вот сам по себе талант он я так понимаю 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 то 2 сколько 30 30 а это не обидно ужасно обидно у меня очень много молодых певцов которые как бы остаются они поют в оперных театрах они поют на основных сценах но у них не такой агрессивный менеджмент у них не такая пиар раскрутка и они остаются чуть-чуть в тени всегда с другой стороны смотреть вы согласитесь со мной что классика она все-таки нуждается в популяризации потому что я скажу почему многие не ходят по классические концерты в оперу и балет а люди считают что это высокое искусство а вдруг я не пойму и я буду чувствовать себя дураком а дураком себя никто чувствовать не хочет тогда в таком случае вот как вы относитесь к этим проектам я думаю что самый яркий это было три тенора это знаете так это было колоссально это же время это знаете вот та классическая попса просите мне это слово но от великих как вы относитесь таким проект вы знаете что а ведь ничего нового не придумано с этим проектом 3 темы ведь как опера начинался начиналась на площадях конечно они при том что это попсовый репертуар но там и не попсовый репертуар ария калафа там я не знаю ария ария рудольф то есть понимаете вот это скажем так под сурдинку да под ассулемио можно дать что-то такое что человек поймет он он услышит как американцы this is kind of show это это типа шоу это типа шоу который публике нужно публика молодая как они сидят в нью-йорк в нью-йорке они сидят сэнчел парк и слушают оперу не сидят с папой и с мамой пятилетние детки как они реагируют но они слушают тоску они слушают у нас красношки тоже нас тоже красношки есть такой у нас есть оркестр на траве когда на острове на травке все сидят но смотрите на другой стороны всегда же опять возвращаемся вот и популярности обвиняют в чем говорят что мы тоже все ради денег это все ради славы и в этом и в извините меня но никакого высокого искусства вы нет опера это такое искусство которое соединяет себе и высокое и не очень высокое поверьте мне в том плане что это слово помноженное на музыку и это слово должно достучаться до любого человека и вот тут мы опять приходим к тому моменту с которого я начала если у вас личности на сцене а там были три личности трое доминго повороте карерас до верили что от этих людей халтура не будет его фирма а вы сколько часов в день поете по разному если я готовлю в среднем новую партию или программу то это репетиция два часа с концертмейстером утром два часа вечером и днем это режиссерский вам не вам не надоедает кто-то пить вот это же профессии пойти это тяжело прямо скажем но как только тебе начинает надоедать надо брать люфт надо люфт паузу брать и отдохнуть потому что мы должны быть голодные до того что наша профессия нам дает этот безумный адреналин а бывает такое что вы просто напеваете дома когда например готовить конечно конечно а что напеваете любимая песня а есть любимая что-то вот а вас легко скажем так раскрутить на спеть в компании за столом за столом например никогда я вспоминаю слова великого константин сергеевича станиславского который сказал певцам оперной студии большого театра узнаю что поете в застолье в ресторане после принятия определенной дозы уволю выгоню к чертовой матери нельзя нельзя смешивать вещи которые не смешиваемые от тебя ждут всегда чего-то красивого особенно и даже для друзей и даже для друзей друзья мои знают мы идем на концерт мы должны приготовиться мы должны послушать разогрели друзьях а кто они это разные люди это поэты и художники это режиссеры это врачи это технари это люди которые занимаются звукозаписью инженеры и так далее то есть как правило среди вокалистов вокалисты-вокалист искренней дружбы такой порыв до искренней дружбы дружбе возникает очень редко потому что мы все заняты мы все эгоисты мы все должны беречь свой страдивари мы должны спать режимить и прочее ну ходят же все вот эти истории про балетных что они друг другу там стекло в планты сыпят да а в опере как бывает такое что что-то подобное об этом существует много легенд есть много историй когда тебе просто портят настроение перед спектаклем обязательно что-нибудь скажет ну что не звучит сегодня идешь распеваешься ну ну желаю и с таким таким тоном что ты понимаешь что он желает тебе совсем нехорошего конечно это есть но тут надо как моя мама всегда мне говорила дорогая мы когда она видела слезы мне в глазах вам ну почему вот коллеги должны коллегам вот как-то вот какую-то гадость сказать или подставу сделать а она мне говорила знаешь дорогая надо иметь слоновую шкуру если ты эту слоновую шкуру в себе не выработаешь вот такую толстую кожу и тебя будет любая какое-то замечание любое там я не знаю какая-то небрежно брошенная реплика тебя будет выводить из себя лучше эту профессию не выбирать но не мешает ли это в остальной жизни потому что где-то можно пропустить что действительно по-настоящему искренне и добрая не мешает вы должны в себе сохранять свое сердечко трепетное как моцарт великий говорил никогда нельзя убить в себе ребенка никогда надо удивляться миру надо видеть в людях хорош спасибо вам большое за беседу к сожалению время эфира всегда ограничено и это очень сильно мешает мне надеюсь ваш следующий приезд с этим все и обязательно побеседовать спасибо большое спасибо мы беседовали с любой казановской всего доброго до встречи